всем снова привет с вами game dragon и мы продолжаем играть в игрушку называется которая сейчас дайте проговорить shenzhen и о то есть input output значит следующая миссия мы закончили с вами на изготовлении лайтборда для рекламы напитков а теперь мы идем рубеж аудио рубеж аудио thing идея следующая значит у вас кто-то там разработал идею какой-то гармонический максимум максимизационный алгоритм и хотят сделать из него микросхему то есть вы подаете на вход какой-то звуковой сигнал ну цифру и выводите ее также у вас есть кнопка максима из которая при включении должна генерировать и на выходе вот включенный этот вот максимизационный алгоритм давайте перейдем на verification и посмотрим значит что мы имеем maximize simple input да то есть простой вход который по сути себя представляет кнопку тумблер приключатель который либо включается либо выключается то есть смысл к чем вот обратите внимание вот аудио in это наш звуковой поток а вот здесь вот он до момента включения он просто одинаковый с входом то есть мы по сути вот тупо линейный выход да но как только сюда вклинивается максимизация включается да этот поток должен быть обработан специальным алгоритмом алгоритм эмпирическим путем вы не найдете ну либо очень сложно поэтому в мануале они вам сразу говорят что ребята идите и смотрите в мануал вот тут немножко статья такая ржачная на эту тему и в конечном итоге ряд что общем мы типа вообще не паримся кто там что придумают нам просто сказали формулу мы запихиваем микросхему и продаем микросхемы все значит формула выглядеть следующим образом аудио выход должен быть равен аудио входу минус 50 скобочках умноженное на 4 и плюс 50 то есть вот такая вот нехитрая формула поэтому нам надо с вами придумать такую микросхему которая бы по нажатию по включению передачи единицы дали 100 процентов сигнала от максимайз включала этот алгоритм дальше уже выдавала на выходе у нас вам уже есть вот такой вот контроллер большой мы наверное его и будем использовать потому что для математических описаний нам наверное будет он более всего удобен давайте правильно это все соединим сначала нам надо аудио вход подать вот сюда мы подаем вход его обрабатываем и будем выдавать пол горит но алгоритм должен включаться только тогда я уже сказал когда у нас вот идет максимизация соответственно для обработки максимизации а мы его подключить больше никуда не можем сюда видите это все порты для соединения между микросхемами нам надо вставить еще микросхемку которая бы обрабатывала вот эту кнопку вот сделаем так и теперь x1 выведем на x0 например чтобы не путаться или вообще для прямоты вот x1 на x1 вот такая вот микросхема будет и будем давайте думать чем мы сюда будем писать значит давайте во первых сюда напишем хотя бы формулу чтобы не забыть что наш аудио выход это минус 50 потом умноженное на 4 и плюс 50 все математические операции делаются через аккумулятивный кстати здесь есть еще дата регистр через аккумулятивный регистр поэтому мы и и будем делать значит вход у нас будет п 0 то есть вот мы move п 0 в acc то есть мы перенесем вот это значение в acc дальше то есть аудио и мы получили теперь мы делаем минус 50 субстракт субстракт 50 вот просто субстракт 50 так дальше множим на 4 это мультиплай на 4 и потом плюс 50 это от 50 вот не докладывал от 50 то есть по сути вот такая вот штука и мы должны ее потом вывести move acc в p1 вот как то так если я сейчас запущено не заработает part not sleeping ладно давайте sleep 1 забыл ну вот она тут что-то генерит видите на самом деле видите он сейчас генерит всегда красным сходится к там где он не должен работать а так в принципе формулы мы с вами попали вроде бы как да попали здесь она идет в расхождение потому что опять же у нас нету обнуление нашего acc мы просто сюда заносим а у нас здесь должно быть условное форматирование то есть мы будем вот это делать только тогда то есть мы сначала заносим в регистр в любом случае дальше мы должны проверить что вот это входное значение больше единицы то есть мы должны проверить target greater than нет тега зен x1 входа вот мышка больше чем 0 до и тогда плюс это плюс это плюс это плюс это вывод будет всегда то есть имеется ввиду что при положительном результате проверки target плюс один будет работать вот эта штука при отрицательном значении что при отрицательном значении надо что-то придумать что мы будем делать при отрицательном а может мы можем про филонить нет парт на партнод слипин тары а стоп мы здесь еще должны а должны ли мы ждать пока не придет вход нет вход давайте здесь будем что-то делать значит что мы делаем мы делаем мы делаем move 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 p0 нет мы не будем p0 мы просто сразу возьмем target equal p0 100 если да то тогда мы муваем на выход x1 единицу не понял почему от единицу на x1 вот так если же нет мы муваем туда же 0 на x1 вот и slip 1 вот это должно работать ой по-моему на все же будет работать углу я точно работает а значит все таки не зря я свое время учился программировать так смотрите production cost видите на у у нас очень большой production cost можно сделать ее дешевле по power usage ну в принципе так давайте continue editing попробуем сделать и дешевле дешевле таким образом мы можем сделать просто посчитать сколько у нас вот этих командных сочек 1 2 3 4 5 6 7 а у нас на контроллер 4000 control copy control x работает на контроллер вот этот вот мы можем спокойно переделать сейчас мы только переколбасим сюда на 0 p1 тогда нам надо все поправить move а вот стоп извините вот так тогда x не 1 а 0 и принципе все остальное должно работать до запускаем немножечко схему поменяли и посмотрим что зато выйдет на самом-то деле вышло смотрите теперь было воз now теперь стоимость дешевле а электропотребление осталось тоже на самом деле его можно будет два раза как-то увеличить над этим надо уже ковыряться сидеть то есть вот в принципе мы я дошел до того момента где я закончил дальше у нас есть две миссии bring out the baron и infrared sensor important ну давайте вот над этим я пока бился но ничего не добился и вот над infrared sensor давайте попробуем с вами почитаем ой нет стоп с этим я общение разбирался сейчас будет полная задница давайте вот это тогда тот я хоть почитаю как контроллер работает а его надо почитать давайте новый дизайн значит тут интересно у нас появился дисплей в нем есть xr ход вот этот вход значит система какая давайте сразу сюда пойдем это кнопки point и fall это кнопки которые нажимая сгенерят видите разные сигналы ну то есть от 0 единица 0 единица по сути и нам надо посчитать выводить на экран количество нажатий значит суть следующем при нажатии кнопки point у нас добавляется единица видите на экране должно быть ожидается что будет единица после нажатии кнопки fall да мы забираем единицу от суммы то есть не просто показать единицу или 0 а именно показать количество операций то есть пока единица нажата раз сигнал пришел сто процентов два сигналов пришел сто процентов значит будет единица дальше вот здесь сигнала нету по условиям вам надо изменять счетчик тогда когда сигнал увеличивается но не уменьшается и здесь когда увеличивается только здесь когда увеличивается сигнал на кнопки fall у вас должен быть минус 1 когда вас увеличивается у вас должен быть плюс 1 поэтому давайте думать как это можно делать скорее всего мы будем делать это двумя контроллерами вот как-то так а потом выводить это нормально выведем как-то так ухты блин зараза сейчас дайте две секунды мне тут какие-то твари ползают не могу не убить так pin mismatch потому что вот этот вот пин я не туда вот вот так должно быть смотрите вроде бы симуляция ну понятно она неверно но нахуй идет значит давайте контролировать что у нас с поинтом с поинтом мы должны проверить во первых что у нас сигнал больше чем чем что-то то есть чем естественно 0 то есть увеличение его то есть мы посмотрим это target greater than пиноль ой пиноль больше чем 0 тогда тогда мы тогда мы что мы тогда делаем мы тогда должны move единицу в acc так ой то есть я увеличиваю это значение это при условии что это верно также я должен буду это вывести то есть move acc на x1 вот как то так потом slip 1 ну наверное да да он ну вот единицу и вывел сюда видите но я также должен ну стоп еще раз 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 вот здесь вот пошла опять единица здесь все верно так единицы отработали верно почти за исключением вот эти здесь должно быть 3 2 1 почему он там не отрабатывает а потому что чисто единицу назначаю а нам надо нам надо добавить нам надо тогда не move единицу в acc а нам надо просто сделать add 1 нам надо просто сложением добавить единичку а ну нет это слишком много они чем много мы же не отнимаем еще поэтому в принципе нормально сейчас мы просто посчитали количество в конце симуляции мы просто посчитали количество изменений вот у нас 18 изменений 18 циклов которые дают сто процентов окей это хорошо и в принципе без минуса нам даже ничего не надо делать теперь давайте сделаем наверно то же самое у нас здесь одна переменная здесь 2 нехорошо нам надо с одну переменную получать ее выводить тогда возможно нам придется сделать следующим образом нет чё ты мне тогда говоришь здесь все верно вот здесь неверно так вот здесь мы можем нажать шоу чтобы показать партс или варс да и вот убрать эти части вот вот так схемы будут тут еще какие-то профайлеры есть но я не знаю что это смотрите тогда мы будем move acc ацц к единице значит здесь мы накапливаем положительные здесь будем отрицательные потом это все сложим вместе вот вот так значит target greater than p0 0 если так то тогда sub единицу отнимаем move acc в x1 и слипаем один ход так симулируем партнод потому что вот это ничего не слушает дальше это у нас будет слушать каждый ход и что я сделаю я а как она одновременно работает если сюда передает одновременно два значения это правильно а иначе я сюда тогда не выведу и все две дорожки подведу интересное кино может все таки это лишняя хорошо давайте так сделаем ладно а мув ацц ну давайте посмотрим что получится ага минусы там начали скакать так значит все неверно 0 0 тут должен быть 1 тут должен быть 1 стоп а почему тогда здесь неверно если она 1 говорит но показываешь единицу единицу двойку минус 3 3 на следующем степе минус 4 то есть короче он то с одной то с другой показывает видите но вместе идет и как-то странно ну что предлагаете использовать вот этот контроллер который подключается с разных дорожек тогда можно получается сделать так а этот сюда и тогда ну блин дорого будет тогда ну тогда может быть я смогу от этих отказаться использовать здесь сейчас подумаем значит тогда что я делаю я беру и всегда добавляю add x0 потом добавляю add x1 и муваю ацц на x3 вот как-то так оно ой партнот слеп да слеп один забыл извините бум 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 где-то попадаю день да не попадаю так стоп 1 1 стоп тройка пошла почему потому что здесь должно остаться единица то есть здесь складывать не надо извините ну а зачем тогда мне вот эти а мне надо на проверку хорошо стоп она убираем вот эти контроллеры сейчас сейчас я попробую выхитрить опс не туда а здесь ну ладно давай вот так хорошо тогда значит тут проверку таргет грейтер дэн а с ноль больше ноля тогда мы делаем плюс здесь и плюс здесь а муваем а ц цу можно конечно по тупому поступить таргет грейтер зэн п 0 больше ноля тогда мы делаем все равно стоп вообще иксов нету так если этот больше ноля тогда мы прибавляем тогда от один при условии успеха если таргет больше вот здесь ноля тогда мы при условии успеха мы делаем сап 1 и дальше муваем а ну попробуем тоже что-то не то так стоять еще раз 0011 об почему один есть здесь больше таргет плюс а мне не надо передавать плюсовать мне надо просто передавать значение единицы но тогда здесь у меня будет 2 почему 2 потому что он изменяется на плюс 1 то есть увеличивается не equal а вот именно в момент когда он больше таргет грейтер дэн а ну сейчас посмотрим тесты в зевылью 100 пилотом с зевылью тогда если больше плюс 1 у меня всегда будет увеличить а мне должно оставаться единица есть единица это будет жестко то просто прописано единица мне надо так сделать значит таргет p1 больше нуля понятно тогда мы должны вот мы должны здесь хитро сделать как половить вот этот change target больше нуля хитро как бы так сделать тут нет такой команды так сейчас target больше 0 единицу добавить хорошо давайте этот пока пропустим еще раз advance единица ну это двойка будет тройка вот здесь а нет здесь двойка осталось теперь здесь опять будет тройка потом сейчас четверка пятерка семерка восьмерка девятка десятка так как бы его ставить единицей ага я знаю смотрите к cc добавить единицу вывести единицу и нет да минусы получится я хотел что сделать что при условии проверки точнее не при условии проверки просто потом брать а cc нулем заполнять ну то есть сбрасывать вот точнее 0 в а cc 3 но тогда получится фигня тогда получится здесь 1 0 0 0 1 1 0 видите сбрасывать а здесь должен оставаться 1 ну что у нас было изменение на плюс на минус изменения не было что вот это вот хорошо но не работает вот это вас комментарий вот это так хорошо как бы так придумать а кто мне подскажет кто поможет давайте мысленный процесс если если на изменение это на больше а я знаю как если больше 0 дальше мы проверяем если таргет equal p1 равно сто процентов мы ничего не делаем мы ничего не добавляем мы просто мы просто что мы просто хорошо а ну сейчас вот сюда и и мы просто мув ацц вот хорошо так она еще раз 11 обстоять неверно а ладно если так тогда да дальше если равно нулю с липой дальше не катит тут уже двойка пошла почему 2 потому что там and one одно изменение должно быть не должно быть двойки таргет плюс больше больше 0 больше 0 то есть хорошо а если если оставить вот это уравнение таргет равно да ну то есть если оно равно сотне тогда прибавляем 1 неверно оно равно сотне мы не один должны прибавить мы должны остаться с тем что есть зараза но мне чувствуется что в один контроллер то можно сделать так наверное мы увидимся в следующей серии я жду ваших комментов помощи буду читать про другие пока контроллеры ну такое с нахрапа не берется всем пока с вами был game dragon увидимся